Выборы-выборы. Эртервиш специально для Альтернатива.орг Вспомнилась давняя история. Меня с моим другом, великим гитаристом Петром Ивановичем Полухиным сосватали на выгодную халтурку провести за неплохой гонорар творческую предвыборную встречу с избирателями в одном дальнем колхозе. Маэстро одно отделение играет, но, а я потом рассказываю что-то о международном положении. Большой зал сельского клуба, человек треста в уфайках и плюшевых жакетах, до сих пор не знаю, кто изобрел этот уникальный женский бренд. Зрители сняли прямо с вечерней дойки и каких-то сезонных работ. Шумно, потно, накурено. Музыкант выходит в белом фраке, честное слово. Трепетно берет свою уникальную, старинную работу и фамильную гитару и начинает играть композиции Баха. Он был единственной в стране, кто поднял гитару до таких высот. Зал притих, и только минут через 40 робкий пропитый голос прозвучал из нетр-клуба культуры. Уважаемый, хватит уже настраивать. Играйте. Потом было второе отделение встречи. Теперь уже председатель вывел на сцену меня. Лично подвел к трибуне, а сам сел на сценный столик, покрытый кумачом. Сказал с трудом. А сейчас лекция о ситуации в мире. И тут же нетрезво вырубился, уронив голову на громадные кулаки. Я достал бумаги, разложил их на трибуне, откашлялся и посмотрел в зал. Благодарные зрители оценили мою готовность начать лекцию и зааплодировали. Шум вырвал председателя из глубоких колхозных грез. Замка, наверное, встрепенулся, встал и тоже зааплодировал. Потом неожиданно сказал «Спасибочки за полезную лекцию, за работу, товарищи!» И все разошлись без малейшего удивления. Эта история всплыла неожиданно в памяти на моей недавней встрече с кандидатами в депутаты. Попросили меня и как писателя, и как читателя, и как бывшего депутата поделиться мыслями о будущей депутатской каденции, ее миссии, задачах, особенностях. Собрались, правда, не в клубе, а в гараже. Я обожаю гаражную субкультуру с ее ароматами масел, вчерашних шашлыков и простого алкоголя. А главное, что в гаражах есть особая магия, мистика, сакральность. Здесь не только ремонтируют машины, но и изобретают великие смыслы, тюнингуют прорывные мысли. Пьяное зачатие идей возможно только в этом творческом антигламурии, хаосе, тисков и зубил. Наверное, поэтому многие как бы великие изобретатели от айфонов до сетевого маркетинга рождались именно здесь. Я думал, будущим депутатам понравится. Ошибся. Первый вопрос был, что за хрень? Почему не в офисном центре или хотя бы хаяцкой гостинице? Ладно, форма не главная. Раз люди привыкли защищать права избирателей сквозь зеркальные стены, надо с этим считаться. Главное то, что по содержанию тоже не сложилось. Говорили о культуре. Не в абстрактно, гуманистическом, профессорском, а в конкретно политическом, депутатском плане. Я поделился своей старой навязчивой мыслью о том, что именно культура скрепляет, цементирует, сохраняет внутреннее единство громадных геополитических пространств. Рассказал о своих яростных спорах с евродепутатами о главных скрепах единой Европы. Они до сих пор верят в химерный миф о том, что ЕС создали на базе союза угля из стали. А я им втолковывал, что некогда нежная и трепетная Европа, ну никак не могла быть зачата на груди бурого низкокалорийного угля обрезком ржавой трубы большого диаметра. Культура ее красивую сделали. Культурой, блин, как говорят у нас в гараже. Микеланджело Антонио и Федерико Феллини ее сделали, когда над ночами Каберии стали плакать девчонки окраин Палермо и Осло. Если сотворил Шарль, Шарль, извините, ее сотворил Шарль Азнавур, когда его шансон запела пацанва в предместе Парижа и Берлина, а битлы, создавшие общеевропейскую стилистику ритм и одежды, а пен-клуб, сотворивший общеевропейскую моду на умное слово. Так вот, стали и угля в ЕС прибавляется, а общее пространство расползается. Умирает союз без общей культурной ткани. Ее не заменить простой тканью в виде чалмы на голове, потому что чалма – это переносной саван, в котором тебя похоронят, если гибель застанет в дороге. Это я подводил к тому, что единство и целостность России обеспечиваются прежде всего культурой. Наверное, поэтому лидер страны все чаще и чаще апеллируют к этому великому русскому достоянию. Ну да, единые энергосистемы, могучие Газпромы, Роснефть скрепляют страну проводами и трубопроводами. Но это ничто по сравнению с культурной живительной тканью. Той, которую пряли Достоевский, Толстой, Чайковский, Мусоргский, Пушкин и Маяковский. Кто ее придет сегодня? Чубайс? Геллер? Не знаю, не знаю. У меня есть два замечательных приятеля-экономиста, скорее даже пан-экономиста. Оба Михаила думают, что модерировать будущие страны это модерировать ее экономику. Поэтому они в панике от того, что экономический блок захватили либерасты. А меня это совсем не пугает. Пугает другое. Также когда-то думал и бывший президент Янукович. Он говорил, что надо забрать Донецкой команде экономику страны, а какую-то там культуру отдать бандеровцев. Пусть, мол, чешатся на задворках. И где сейчас он? И где они? Но то, что лидер страны явно перехватывает культурную повестку, явно понимает ее значимость, это обнадеживает. А будущие депутаты? В конце нашей встречи они возмутились, мол, хватит уже настраивать. Играйте. То есть, говорите, наконец, о главном. О раздаче продуктовых наборов, о планах агитации, об избирательных комиссиях, о подсчете голосов о детских площадках и желательно не в гараже, а в хорошей гостинице. Жаль только, что не было председателя колхоза. Он бы меня поблагодарил еще до начала нашей встречи и закрыл бы ее до начала. rdervish. Специально для alternativa.org Выборы, выборы.